здравствуй страна нахожусь у надес володей пока ехал по дороге суда я не знаю дождь вчера на она тоже был прям лягушек мелких тьма по дороге скачет я же притормаживал чтобы не задавить их прям ехал аккуратно но не тоже не глупые вот эти лягушки они прям везде вон она скачет царевна их просто тьма и когда едешь по дороге они прям в разные стороны но издалека видят что реакция такая у них хорошая ну что же 1 июля господа друзья честно говоря я уже 3 батон как говорится и угощал вот только сейчас начали резать третий батон колбаса великолепная это докторская колбаса сейчас лена ее отрежет и вы увидите срез этой колбасы конечно у нас не было хорошего эмульгатора но все таки вот она нарезанная такая вот великолепная колбаса здравствуй страна в ейске еду за трубами и за андулином наблюдаю как тут вытаскивают победу на буксире но ничего пока не получается тяжелый труд конечно дальнобойщика ну давай еще немножко не сделали им площадки специально чтобы вот они могли около магазина здесь асфальт бы продолжили и могли бы загружаться я решил посетить вот этот магазин дискаунтер рубль 8 часов открывается я приехал рано сейчас он уже откроется я первый ну как обычно может что-то будет дешевая и полезная это набор наборчик набор вот этих тарелочек и так полагаю 169 рублей может быть стоит взять трудно сказать надо все таки брать качественные вещи да так а это у нас для копчения ольховая 44 рубля пушки этот самый раз помощи по слушайте я ее возьму всего 44 рубля блин нормально это хорошо к щепу взял и пожалуй один баллончик газа всесезонного возьму 89 рублей пригодится так нам нужно еще тазик знаете для чего для душевания колбасы но такой пластиковый думаю так но это у нас дворники они нам не нужны тапки все это не нужно сетка какая-то интересная все все стоимость сетка садовая 514 надо будет сначала посмотреть так и здесь получится 10 метров и и надо будет сравнить с озоновской ценой 10 метров 514 рублей пока не будем потом посмотрим так это все безделушки извините ли тоже лучше самому делать качественные но здесь вошли продукты рожки конфеты помидоры огурцы лук так газоблоки я получил сейчас буду загружать андулин прям салон ну что друзья приехал домой видите как упакован вот эта машина хороша для строительства потому что ты газоблоки и вот еще отхватил две трубки по 3 метра 20 на 40 одну трубу ну что друзья выгрузил ваши благодарности за музыкальный концерт очень сильно помогли газоблоки еще и вот андулин 7 листов да он семьсот восемьдесят три жуха и 743 нет бру 737 рублей один лист а черный стоит 747 вот 7 листов здесь нам хватит покрыть до 2 вот до сюда но тут надо еще топ вкапывать но я так думаю может не хватит но там точно хватит с подрезками пока хватит до строительство нынче дорого у меня был покос всей территории дома все выкашено короче говоря все выкашено и благодаря моему другу женьки шульге который прислал мне вот такую проволоку скит китайская у китайцев купил три с половиной у меня брат правда была крокодил четыре с половиной поэтому когда я развернул думал ну блин тонковато мне хватило таких двух двух струнок они четыре струнки на на косу одевается потом я сменил их еще на две то есть четыре струнки вот таких хватило выкосить абсолютно все и даже вдоль забора очень крепкая но опять же повторюсь которая была у меня китайская она была четыре с половиной но это какая-то особая такая зубастая сейчас я покажу вам близко друзья не знаю видно нету сейчас вот так вот покажу видите пластик очень хороший достойный написано на упаковке три с половиной миллиметра у меня было четыре с половиной китайская крокодил но рубит хорошо капитально хорошо держится много раз с шифером сталкивался с металлом с сеткой металлической с железками и стал столбами очень выносливая так честно признаюсь немножко вымотался сейчас говорят будут горячие такие дни по 38 жара но меня это меньше все беспокоит я о том что прилег на часик после обеденный сон сиеста называется в общем короче говоря я затащил сейчас лист сюда буду сейчас его приколачивать и буду сейчас делать нижний ряд листов вот потом конечно я учел все ваши советы как его советы все это я знаю что вот эти трубы вот у меня сейчас стоят они хорошо стоят они держат они упадут сороковка все отлично но в любом случае у меня будет здесь еще поперечина и внизу будет поперечина и здесь но здесь я будет поперечина только я не знаю вот в этом месте не знаю как когда ее приварю но вот этот конфигурация и здесь еще продольные будет то есть эта штука не будет вообще никак шевелиться укосины здесь делать но не знаю насчет укосин мне кажется это излишней потому что здесь нет такого напряжения чтобы делать укосины даже те листы которые будут закрывать этот навес да они будут с той стороны точно лист будет то я думаю что не столь важно ставить здесь укосины это все-таки не то сооружение которое может там как-то себя повести туда же труба лежит плашмя 20 на 40 чё тут веста никакого веса а что касается выпавшего снега ой друзья здесь даже если он выпадет когда-то огромный снег там на три дня зимой вдруг да то тут площадь крыши она не не такая большая чтобы что-то могло произойти то есть чтобы чтобы выгнулись эти трубы это невозможно площади не хватит крыши так что здесь все на этот счет отлично ну вот я буду ставить эту штуку и потом по низу пойдем кстати вот у меня такой патрон я постоянно пользуюсь им это самый лучший патрон который я когда-либо испытывал и вот ставлю сейчас вот эти вот капроновые трех с половиной литровые штуки и ими кашу все выкосил друзья кто будет пилить андулин я посмотрел на ролики на ю тубе что говорят надо вот такое алмазное мол по металлу плохо идет алмазное нет не верьте забудьте вот купите для фортуны вот такую пилку но имейте ввиду если защитка есть это хорошо у меня здесь не было защитки самого начала почему потому что на вас летит вся крошка просто все вы будете в крошке просто вот в этой вот крошки которая сейчас здесь вот на столе вы все тело будет в этой крошке но но сейчас секунду но вот это вот пилка пилит андулин просто с класс как масло я не знаю почему он у него либо тупой этот диск был либо что хороший диск купите и все и будете пилить андулин вообще как масло шуму режем а вот хотел показать вам бур который видите они сейчас стали делать без этих перьев как раньше было перо такое которое я зашел магазин мне сказали перьев таких уже отдельно нет и буров таких нет там все буры уже идут с такими но это специальный бур он такой же как у меня был тот вот ущербный где он тут у меня валяется он точно такой же только здесь откручивалась эта штука и были вот эти вот перышки таких перышек больше никто не выпускает и наточить их нет никакой возможности поэтому вот сейчас выпускает бур вот такие но этот специальный бур по очень жесткой земле по грунту по мерзлоте по всей там в общем хороший бур вот пришлось как говорится для бура чтоб делать эти отверстия земле ну что я хочу сказать меня снова выручила эта штука она вот пришла буквально несколько дней назад и она меня уже выручает отпилить гвозди неправильно забитый которые в сучок попали большой фортуны не представляется возможным потому что там нужно аккуратная работа и так друзья мой музыкальный гонорар сегодня пошел на покупку всех вот этих андулина и газобетонных кубиков ну может газобетонными кубиками я может быть поторопился я взял про запас чтобы потом скважину комнату доделать но дело в том что мне надо было конечно все таки сделать первую очередь крышу они браться за газобетон просто вот так получилось но смысл в чем мы здесь все вот так вот тут пойдет наискосок потому что пойдет на расширение то есть здесь идет вот такая платформа до ровная сначала вот идет а потом расширяется и там уже шире стоят столбы так как я не мог закрутить туда бур не шел я решил думаю да сделаю я поширеете все это позволяет сделать и ушли на расширение поэтому мы отпиливали вот именно так вот труба просто очень длинная торчит я ее отпилю и затычку перебью потом буду красить уже ну чё крышу мы сделали друзья мои здесь теперь осталось здесь только огораживать щитами чтобы но здесь будет дровяник да здесь будет еще агро ткань потом щебень то есть здесь будет все цивильно ну и дальше будет все это дело продолжаться но сейчас у меня стоит покупка план покупки там еще не приварена вот эта железка она просто висит в воздухе надо убрать чтобы по голове никому не дала вот сейчас надо будет докупать железо потому что вот сюда рейка должна быть потом сюда рейка должна быть вот и поперечина еще должно железо и дрова надо покупать вот эти вот брусья и самое главное что сейчас я тут не добил закончились гвозди вот эти гвозди закончились которые тот мимо один гвоздь зафигачил она будет поставить другую затычку заплавить вот такие пироги надо покупать гвозди значит андулин тоже ушел хорошо на добавку потому что я взял 7 листов они 737 рублей стоит ну он ушел на добавочку и сколько мне здесь осталось раз два три листа а я еще хотел думаю 5 листов думаю ну хватит там это не этот еще будет покупаться он потому что если три листа ушло с добавками да то получается здесь вот они ой три листа ушло 4 1 2 3 4 уже 4 то есть три листа хватит только покрыть вот этот верхний узел и два нижних ну сначала нижний потом еще один верхний то есть два верхних один нижний все и сюда надо будет докупать еще я уж туда не буду пока вести до того столба потому что это потом будет пока довести хотя бы до этого закрыть то есть это как минимум раз два три у меня есть четыре раз два три четыре пять но где-то еще пять листов наверно как минимум надо будет покупать а то а то и шесть вот видите вот небольшая боль небольшой навес а сколько идет расходов сколько идет расходов над еще вот сюда вот надо будет уголок покупать андулинова есть такой уголок 90 градусов он сюда должен закрепиться обязательно потому что иначе дождь будет холестать и будет тут между где вот там соединение вот это вот андулинова она будет там протекать в этом месте и вот его надо защитить вот это вот соединение так что такие пироги ну друзья пройдемся немножко по огороду значит жируют лозы вот это вот жируют лозы по мне кажется может нет ну они толстоватые их надо будет меньше кормить здесь такой виноград интересная ли она говорит он прямо явно какие-то пальчики какие-то не знаю когда это все созреет мы еще раз уточним сорта потому что на беккере могли просто по сортам ошибиться смотрите как все продувается виноградник подвязан спасибо вам за добрые слова в адрес лены моей жены потому что она за этим ухаживает всем вот здесь вот лозу надо будет тоже она каждый день отходит ему время вот видите гроздья там я вам другое шоу показать там слива у нас растет есть тоже сегодня косился выкосил трава подсохла слива вот это вот у нас разродилась не знаю что это за слива но наверное вкусно будет сладкая как говорится 1 в этом году вообще все много очень первого что что мы раньше не ели вот так это одна ветка только на всем дереве только вот одна ветка дала такое урожай остальное дерево все молчит здесь зацвело ну и живи к там она еще не поспела конечно я еще до поспевания далеко но ягода у нас ежевики крупные она не колючая это такой сорт ежевики ну вот пожалуй все на сегодня виноград чеканят наверху то есть вот эти все усы надо будет обрезать мы тоже посмотрели июльские вот ну виноград непосредственно сам убирать лишние гроздья не надо у нас перегруза нет потому что на каждый стебель идет своя гроздь практически поэтому нам для еды его будет более чем достаточно и даже мы думаю что в дегидратор может что положим еще чтобы сделать изюм вот такие пироги всем и и каждый каждые два куста это один сорт потом каждые два куста другой сорт здесь я уже вообще молчу тут прям грозди хорошие ладно пока друзья и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»